МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. В новой школе поселка Искателей Быть с восьмого раза определился подрядчик на проектирование строительства нового современного здания. Яркий островок в сером спальном районе. Жители Кармановки своими руками создали образцово-показательный двор. Все ли зависит от коммунальной кампании? Серия турниров в рамках Всероссийского олимпийского дня прошла в окружной столице. В каких дисциплинах соревновались участники и кто стал победителем? Открытый, откровенный, без камеры по существу. Именно такой разговор состоялся вчера между главой региона и коллективом Нарьинмарского авиаотряда. Подписание соглашения на арктическом форуме между Ниневским автономным округом и Архангельской областью о намерении создать совместную авиакомпанию «Арктика» вызвало немало профессиональных споров и даже политические дискуссии. Как отметил на встрече с авиаторами Александр Цибульский, решение о создании авиакомпании не принято. Ни одного юридически обязывающего документа не подписано. Более того, те опасения и риски, озвученные работниками авиаотряда, кажутся руководителю региона разумными. Вместе с тем, подчеркнул губернатор, власти субъекта не отказываются от идеи создания региональной авиакомпании. Этот вопрос в стадии обсуждения со специалистами авиационной отрасли и о конкретных сроках ее создания говорить пока рано. Также необходимо учитывать, что вариант создания новой авиакомпании на базе Наринмарского авиаотряда даже не рассматривается. Обсуждали на встрече и сегодняшние проблемы предприятия. Председатель профсоюзной организации пилот Александр Король обратил внимание на то, что развитие предприятия тормозит отсутствие специалистов. Омское училище на сегодняшний день продолжает накапливать задолженность по выпускникам. Глава региона выразил готовность поднять вопрос о дефиците специалистов в авиационной отрасли на федеральном уровне, предложив коллективу совместно с органами власти сформулировать четкие пути решения существующей проблемы. Также он отметил стратегическую важность предприятия для округа и необходимость улучшения качества жизни авиаторов и их семей. Сделать это можно только развивая авиапредприятие, увеличивая его доходы и укрепляя материальную базу. Об этом ранее глава региона заявлял на сессии регионального парламента. Мы должны разработать четкий план обновления вертолетного парка. И в этом направлении мы движемся. Совсем недавно подписали соглашение с вертолетами России о приобретении 10 новых вертолетов, в том числе с тех новейших моделей, которые сейчас будут только вводиться в эксплуатацию. В Ненецком округе президентские выплаты на первенца получают более 200 семей. При этом общая сумма выплаты с федерального бюджета превысила 32 миллиона рублей. Напомню, право на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первенца имеют семьи с доходом не более полуторакратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. В Ненецком округе эта величина равна 32 487 рубля. Размер ежемесячной выплаты на сегодня составляет 21 666 рублей. Один из самых высоких в стране. Добавлю, что выплаты на первенца назначаются на срок один год. По истечению этого срока необходимо подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. К заявлению нужно приложить документы, необходимые для назначения выплаты. Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения напрямую или через офисы государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка, инициированный и подписанный президентом России Владимиром Путиным, действует с января 2018 года. Счастливое число есть теперь у школы номер 6, и это число 8. Именно с восьмого захода торги, объявленные на проектирование строительства нового современного здания для общеобразовательной школы в поселке Искатели, увенчались успехом. В настоящее время школа поселка Искатели размещается в двух соединенных между собой зданиях – одноэтажном деревянном 1975 года постройки и трехэтажном кирпичном. В эти июньские дни в школе работает детская площадка. Буквально неделю назад здесь побывал глава региона Александр Цибульский. По словам директора образовательного учреждения Ольги Давыдовой, здания школы не отвечают современным стандартам. Помещения для занятий катастрофически не хватает. Это относится и к отдельным предметным кабинетам, малому спортивному залу, мастерским, библиотеке. Полы частично прогнили, крышу постоянно приходится латать. Первые торги на проектирование и строительство нового корпуса для шестой школы были объявлены централизованным стройзаказчиком еще в декабре 2017 года. В течение полутора лет их проводили семь раз с отрицательным результатом. На восьмой раз подрядчика определили. Государственный контракт будет заключен с известной в регионе строительной организацией «Версаэм». Для строительства школы на 860 мест в поселке Искателей выделен земельный участок общей площадью более 22,5 тысяч квадратных метров. На этом участке построят трехэтажное здание, где помимо предметных кабинетов будет спортзал, гимнастические и фитнес-залы, актовый зал со сцены с зрительным залом на 600 мест, библиотека с читальным залом и компьютерами с доступом к сети интернет. Тир, школьный музей, мастерские, столовая. Территориально новая школа будет построена на улице Нефтяников напротив бывшего здания поселковой администрации. Спортивные площадки, расположенные на этом участке, по согласованию с муниципальными властями, планируются переместить в районы улицы Тиманская. На территории же новой школы будет создана физкультурно-спортивная зона с полем для мини-футбола, площадкой для баскетбола и волейбола. Будут здесь и беговые дорожки, секторы для прыжков, полоса препятствий, игровые площадки для групп продленного дня. В соответствии с контрактом школу должны построить до 2022 года. На ее строительство предусмотрено финансирование порядка 2 миллиардов рублей. Когда учащиеся и педагоги переедут в новое здание, деревянную одноэтажную часть школы номер 6 снесут, а в кирпичном здании проведут реконструкцию. Три вопроса повестки дня рассмотрели депутаты горсовета на минувшей сессии. В частности, речь шла о внесении изменений в бюджет муниципального образования. Доходная часть городской казны 2019 года увеличилась более чем на 109,5 миллионов рублей и достигла показателя 1 миллиард 17 миллионов 163 тысячи рублей. Источниками пополнения городской казны стали налоговые и неналоговые поступления. Они составили свыше 14 миллионов рублей. Чуть более 95 миллионов рублей безвозмездные поступления из-за кружного бюджета. Наибольший объем окружной субсидии 50 миллионов рублей направят на софинансирование первого этапа работ по реконструкции улицы авиаторов. Также администрация региона софинансирует работы по устройству тротуаров с автостоянкой между домом номер 29 по улице Ленина и школой номер 1. В рамках соглашения о сотрудничестве с недропользователями городу будут выделены 3 миллиона 196 тысяч рублей. 30 миллионов рублей выделены на предоставление компенсационных выплат за аварийное жилье 10 миллионов 286 рублей на снос ветхих домов 867,5 тысяч рублей на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. В связи с изменениями доходной части городского бюджета 2019 года изменен показатель расходов также на 109 миллионов 602 тысячи рублей. Таким образом, показатель дефицита городского бюджета не изменился. Депутаты достаточно детально, подробно, критично отнеслись к увеличению расходов, к распределению расходов. Также на этой внеочередной сессии депутатами единогласно было принято решение о назначении выборов в городской совет, которые будут проходить 8 сентября 2019 года. Данное решение вступит в силу в течение пяти дней после его официального публикования в средствах массовой информации. После этого начнется избирательная кампания. Выборы в совет городского округа город Нарьинмар в этом году пройдут по 15 одномандатным округам. Еще один вопрос, который рассмотрели на внеочередной сессии депутаты горсовета, касался внесения изменений в структуру администрации. Подробнее об этих изменениях можно узнать на официальном сайте совета городского округа город Нарьинмар в разделе «Документы». Работа муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» стала основной темой повестки дня заседания комиссии собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету. Информацию о деятельности предприятия представил глава администрации Заполярного района. По словам Олега Холодова, в настоящее время контракты на поставку и перевозку всех видов топлива заключены. Доставка в населенные пункты уже началась и идет согласно плану. В то же время, по словам парламентариев, от сельских жителей поступают жалобы на низкое качество дров. В свою очередь, глава районной администрации сообщил, что этот вопрос обсуждался накануне с руководством «Севержилкомсервиса» и генеральным директором фирмы-поставщика. По участию превышения процента по гнили, вопрос пока спорный, мы пришли к решению организовать пока за счет поставщика экспертизу. Он пригласит эксперта, который определит в рамках своей работы, в заключении должно быть выдано решение о проценте, соответствует ли процент гнили дров контрактному проценту. Поэтому пока больших проблем мы тоже тут не видим. Мало того, во избежание, немножко забегая вперед на случай, если какие-то претензии к части дров, он оставил дров процентов на 3,4 больше от заявленного, чтобы компенсировать, если будет какая-то вывратовка. Получить результаты экспертизы руководство администрации рассчитывает через две недели. Как заверил Олег Холодов, эта ситуация находится на контроле. Аня Киргенч, это не будет поздно, потому что вода там всего... Ну, поздно не будет в каком отношении. Допустим, мы с ними это проговаривали тоже. Ну, во-первых, все-таки там была по просьбе жителей сделана часть запилок, выбрано несколько бревен, распилены они на три части, и запилы показали, что внутри это бревен нормальное. То есть какая-то надежда на то, что все в порядке есть. Ну, мало того, что документами это подтверждено. Но если уж, допустим, совсем негативная будет ситуация, то того количества водров, которые вполне качественных, вполне будет достаточно до, скажем, марта-апреля следующего года. И он сказал, если уж что, то по зимнику, который в январе открывается, я всегда довезу. Кроме того, на комиссии обсудили качество содержания зимников в посёлке Харивер, обслуживаемого муниципальным предприятием Заполярного района, признав его содержание удовлетворительным. Что касается теплоснабжения, то здесь Севержелкомсервис в ряде населённых пунктов заменил твердотопливные котлы на жидкотопливные. Основным преимуществом замены стали большая теплоотдача, высокий КПД, равномерная подача ресурса. На 95 объектах установили узлы учёта тепловой энергии. На дизельных электростанциях провели работы по обустройству системы отопления зданий и электростанций от системы охлаждения дизельных генераторов. Эти меры, по словам Олега Холодова, позволили сократить затраты предприятия на собственные нужды. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Сотрудники МБУ «Чистый город» обновляют дорожные ограждения, пострадавшие за зимний сезон. В ближайшее время будут заменены металлические заборы по улицам Рыбников, Зелёное и переулку Рыбацкий. Дорожные элементы по переулку Рыбацкий отремонтируют владелец автомобиля, который въехал в ограждение в результате неисправности транспорта. По договоренности с коммунальным предприятием автомобилист закупит столбы, ограждения и установит их под контролем дорожников. В других точках города установить, кто повредил ограждение, не удалось. Отмечу, что виновного в порче муниципального имущества могут обязать отремонтировать заборы, либо возместить стоимость работ. Дом на Курих Ножках, чудомельница, колодец. Всё это не вещи и сказки, а двор одного дома по улице Меншикова. Местный дворник с супругой уже несколько лет подряд украшают территорию около дома и привносят новые-новые конструкции в экстерьер. Нелли Хохлова уже 34 года проживает в доме номер 11 по улице Меншикова. Как признаётся жительница, площадка перед зданием никогда так не пестрила красками, как сейчас. Поэтому, когда увидела, как трудится местный дворник с супругой, нераздумывая вышла помогать. Мы сейчас вообще живым радуемся. Они у нас всё это благоустроится. Спасибо им, их энтузиазм. Ну, а мы уже смотрели, смотрели, решили сами помочь. Собрались вот так. Сначала один вышел, посмотрели, потом другой. Потом смотрим, уже 6-7 пенсионеров насобиралось. И вот так вот решили немножко помочь благоустроить двор. Общими силами дворовая площадка приобрела краски. Сейчас жители готовят рассаду, чтобы ещё больше наполнить цветами территорию. У нас вообще очень дружный дом. Все другу помогают. А когда помогают, это всегда легче. Первый год мы сделали в тот полисадник только, из дерева. А в этом году решили покрышек сделать. Радужный забор, свинки, зайчики и многое другое сделали всё своими руками местные жители. На фоне серых домов микрорайона Кармановка этот дворик самый примечательный. Во-первых, делали своими руками. И видеть результат самим, а и видеть то, как откликаются на всё это люди, жильцы, и просто даже проходящие мимо люди, очень приятно, что мы сделали людям приятные. Впрочем, на этом жители не собираются останавливаться. В планху у Галины и Александра дальнейшее обустройство территории дома. Они уже запаслись необходимым материалом, только ждут подходящих погодных условий. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Чемпионская закалка. В Нинецком округе завершилась серия турниров в рамках Всероссийского Олимпийского дня. В программе сразу несколько видов спорта, от волейбола до тяжёлой атлетики. Организаторы уже заявили о рекордном количестве участников. Ну а финальным событием стала межмуниципальная спартакиада среди детских оздоровительных лагерей. Сегодня, например, выявляли сильнейших школьников в плавании. Кто победил, знает Олег Хатанзейский. Десятиминутная разминка и последние указания наставников. Участники спартакиады готовятся к первому старту. И хотя большинство школьников плаванием не занимается, отдавать победу своим оппонентам без борьбы никто не собирается. От сегодняшних результатов зависит итоговое положение команд в турнирной таблице. Борьба идёт очень сильная у детей. Каждый борется за победу. Какой уровень в целом у наших ребят? Ну, уровень в целом хороший. Некоторые дети, которые учатся в школах, занимаются также у нас в арте спорта норклаванием. Формат соревнований стандартный. Смешанная эстафета. Каждому участнику необходимо проплыть 25 метров. В команде 4 человека, 2 мальчика и 2 девочки. Второй участник проплывает дистанцию. Также здесь касается бортика. Только третий участник выполняет после касания старта. Они внимательно слушают судью соревнований, чтобы не допустить ошибок во время эстафеты. Ведь главное не только проплыть быстро, но и правильно. На то, чтобы преодолеть дистанцию в 100 метров, команда понадобилась порядка двух минут. Некоторые участники показали практически одинаковое время. Впрочем, лучшими в итоге стали представители оздоровительного лагеря, организованного на базе детско-юношеского центра «Лидер». Именно они взяли первое место, второе – труд, а вот бронза – у третьей школы. Хорошо поплыли, и все старались. И мы, команда, забрали первое место в первом же школе. Мне кажется, что я не занимаюсь, поэтому я проплыла очень даже на хорошо. Да, с моего возраста. Понятно, что соревнования больше товарищеские. Здесь главная задача – не выявить чемпионов, заинтересовать детей спортом. Быть может, после школьных каникул кто-то из них сюда вновь вернется. Вот это и станет главным результатом сегодняшнего турнира. Что касается итоговых результатов, то победителя спартакиады среди детских оздоровительных лагерей назовут в предстоящую субботу. Лучших, тем временем, уже определили в других видах спорта. Всероссийский Олимпийский день на этот раз проходил по своеобразному формату. В программе несколько турниров. Например, кубки округа по волейболу, мини-футболу, теннису и тэквондо. Принять участие в состязаниях мог каждый желающий. Возраст непринципиален. Суть проведения Олимпийских дней одна. Привлечение как можно большее количество занимающихся. Привлечение здорового образа жизни. Что детей, что взрослых различным видом спорта. Независимо от того, Олимпийский это вид или нет. В этом году у нас будет уже однозначно рекордное количество участников. В том году их было 1200. В этом году мы предполагаем будет порядка 1300-1400 человек. Всероссийский Олимпийский день в Ненецком округе расширяет границы. В этом году соревнования в рамках спортивного праздника состоятся и в поселке Красный. Организаторы говорят – дальше больше. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе Телеканала Север ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Север ВКонтакте. Север ВКонтакте. Север ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин